Привет! Недавно я списался с компанией LONGER TECHNOLOGY Это производители самых недорогих принтеров Китайские товарищи любезно мне предоставили один из своих 3d станков Спустя неделю мне пришло уведомление, что я уже могу забрать свою посылку Представляете? И это на крайний север. Всего за неделю очень быстро доставка Я конечно не ожидал, что посылка будет такой большой тяжелой Наверное товарищи из Поднебесной положили еще пару гантель в подарок Две катушки фирменного пластика LONGER Они даже свой пластик выпускают. Круто! Я конечно обескуражен. Братья из Поднебесной прислали мне два принтера Один из них LONGER LK4 А второй LONGER LK4 PRO Который чуть-чуть подороже, ну и соответственно покруче Сегодня я займусь принтером LONGER LK4 А про оставлю на следующее видео Я не знаю, что это за вспененный материал Который прекрасно сохранил все узлы и детали Но если бы не эта упаковка, то станок по-любому бы приехал раздолбленный Так как наши грузчики в аэропорту любят погонять футбол чужими посылками Загляну под капот этой железяки Интересно, материнская плата тоже фирмы LONGER Собранная на 32-битном контроллере Драйвера стоят не самые лучшие А4988 Да что я вам рассказываю, для новичка это все равно не интересно 156 американских тугриков стоит этот аппарат В сравнении это вот как вот этот телевизор Или вот эти советские раю детали, которые я наколупал на помойке Конструкция данного станка очень устойчивая Стойки оси Z сделаны из профильного алюминия Но очень массивные Стол покрыт специальной пленкой для лучшего сцепления при печати с моделью Нагревающий блок уже собран и готов к работе Также станок имеет сенсорную панель управления Хорошо это или плохо решать вам Для сравнения чем лучше пользоваться Кнопочным мобильным телефоном или сенсорным смартфоном Я не собираюсь вам рассказывать про технические термины или про подшипники Какого они диаметра, чьей фирмы Пролистав понятную инструкцию Думаю, что на сбор данного аппарата у меня уйдет минут 40 Но это же не интересно Я решил усложнить задачу Я попрошу собрать этот станок человека Который очень классно варит борщи И 3d принтер видел только по телевизору Встречайте Катерина Катерина никогда не имела дело с таким типом приборов Первые 10 минут она пребывала просто в ступоре от всех этих железячек, болтиков, проводов Я специально не буду оказывать помощь в сборке Я попытаюсь упростить задачу В комплекте со станком шла SD-карта На которой есть видео материал по сборке Надеюсь он облегчит задачу Катя, ну что справишься с поставленной задачей? Ну не знаю Наверное нет Я не смогу его собрать Держи помощь Чудо! Дело пошло! Катерине оставалось только повторять за китайским товарищем все манипуляции по сборке Которые он наглядно показывает в видео Для вас я конечно прокомментирую сборку, но Катерине я не дам ни одной подсказки и совета В этой комнате я просто наблюдающий Итак приступим Для начала нужно установить алюминиевые направляющие Болты вроде каленые, так что можно затягивать на сколько здоровья хватит Следующая, пожалуй самая сложная в сборке деталь На ней находится и хотенд, и каретка, и экструдер Далее надо скрутить все эти железячки и механизмы Повторяя видео инструкцию Далее нужно надеть каретку с нагревательным блоком Затем проверить нет ли люфтов Даже если люфты есть, то колеса всегда можно подкрутить С другой стороны нужно прикрутить колеса Которые будут двигаться по оси Z Тут же с другой стороны будет установлен натяжитель Натяжитель нужно поставить ближе к каретке Чтобы потом без проблем натянуть ремень Пришло время натянуть ремень Это не займет особых усилий Берем ремень и фиксируем его на каретке с одной из сторон Зубьями друг к другу притягиваем стяжкой С обратной стороны нужно повторить такую же процедуру Осталось немного поработать с натяжителем и этот узел готов Ну и теперь осталось женить собранный узел с 3d принтером Проверьте чтобы все ходило плавно и без люфтов По большей части принтер уже собран Остались какие-то мелочи Прикрутим двигатель Надеваем переходную муфту Муфта как правило служит для того чтобы убирать небольшие перекосы С легкостью ставится винтовой вал и женится с двигателем Далее нужно установить стол В комплекте идет адгезивное покрытие Я ни разу не печатал на таком И не знаю насколько это круто Катерина заметила что остались лишние запчасти Но после небольших раздумий Поняла куда прикрутить эту железяку И без помощи китайского товарища Далее нужно установить монитор Пульт управления Осталось только зацепить электрику Все разъемы конечно же подписаны Катя получилось Да получилось Даже меню немного изучила И что дальше? Калибровать А как это? Но я тебе не помощник Гугл в помощь К счастью такой информации полно во всемирной паутине И Катя без труда освоила процедуру калибровки Я настроила принтер Что делать дальше? Печатать Гугл в помощь Вон пластик лежит После двухчасового самообучения Катерина уже хотела послать меня куда подальше Но все-таки У нее хватило терпения дойти до конца И вот результат Андрей не разрешил мне печатать тестовые кораблики и кубики Поэтому я решил напечатать что-то полезное для кухни Моя первая печать Единственное в чем я помог Катерине Это показал сайт где находятся модели для печати На этом самообучение по 3D печати не закончено Я еще хочу увидеть напечатанные вещи В работе Старый добрый коктейль Отвертка Если кто посещает ночные клубы Понимает о чем я Крепковат 156 буржуйских денежных знаков Стоит этот аппарат Ссылку оставляю под видео Единственное в чем Катя накосячила Это неправильно выставил температуру Которая написано на катушке Что мне не нравится в этом аппарате Конечно же стол Мы кое-как отодрали модель от стола Наверно потому что превысили температуру И почему флешка втыкается с задней части станка Ну неужели нельзя вынести на переднюю панель Эту машину по изготовлению вещей Я хочу подарить в учебное заведение Но пусть детишки развиваются У меня и так их уже три штуки Мои любимые зрители Понимаю что вам более интересно Печать из столичных пластиков Немножко подождите Скоро у нас закончится полярное лето Тестовая деталька Которую я напечатал из ленты Ну а на сегодня все До встречи Подписывайся на инсту И смотри первым Мое новое неотмонтированное видео Между съемок я часто кидаю рабочие куски От снятого материала Субтитры сделал DimaTorzok